Вторые европейские игры закончились три месяца назад, а воспоминания о масштабных мультисоревнованиях всплывают до сих пор. Слова благодарности и поздравления прозвучали всем спортсменам. Сейчас пришло время тех, кто был частью организационного процесса. 285 студентов Купаловского университета были волонтерами на европейских играх. Большая часть, 210, была задействована в столице. В области и в самом Гродно тогда осталось 75 человек, 28 были задействованы на фан-зоне. Помимо этого студенты помогали на погранпереходах, в транспорте, кафе и ресторанах. Мы сопровождали иностранных гостей на специальных маршрутах. То есть в наши обязанности входило находиться в автобусах и помогать им ориентироваться по городу. Соответственно, нужен был, конечно, языковой барьер. Он сказался, но благодаря тому, что сейчас информационный век, мы смогли с помощью переводчиков различных общаться. И причем мы общались с носителями различных языков. Китайского языка, французского, азербайджанского. Самое яркое воспоминание, пожалуй, это знакомство со спортсменами. Общение с ними, то бишь, ты их встречаешь, проводишь. Это достаточно интересно. Новые люди, новые, ну, другое, абсолютно другое государство, страна. Это интересно. По итогам Европейских игр 41 студент-волонтер был отмечен фондом «Дирекция вторых Европейских игр». Некоторые награждены грамотами высокого уровня. Они лучших, остальных справились со своими задачами. Это большая ответственность и очень большой опыт для самих студентов. Я должна отметить, что ребята очень серьезно к этому готовились. Они готовились к этому, проходя и различные курсы, и тестирование на знание языка, и различные тренинги психологические в том числе, потому что им выпала огромная честь и огромная ответственность встречать гостей, и зарубежных гостей, и спортсменов, которые приехали в нашу страну на вторые Европейские игры. Впрочем, высокие результаты волонтеров были ожидаемы. На базе университета был создан Центр по подготовке. На мультисоревнованиях в Минске парни и девушки получили такой колоссальный опыт, что сейчас они могут сопровождать любые иностранные мероприятия, причем даже самого высокого уровня. Они и сами рады быть задействованы в важных и знаковых событиях в Гродно и в целом всей страны. После Евроеха мы опыт волонтеров использовали при проведении 26-го дня белорусской письменности в Слониме. В следующий раз волонтеры будут работать на Еврорегионе и празднике Немани буквально через день. И следующее их участие будет уже при праздновании 75-летия Гродненской области. Мы постараемся сделать так, чтобы ни одно мероприятие без них не обходилось, чтобы они были востребованы, а мы будем ценить то, что они делают. КОНЕЦ